Всем привет! Говорит и показывает Нижнекамск. Здесь на стадионе Нефтегимик одноименная команда принимает Саратовский Сокол. Это Мелбет. Первая лига, лучшая лига мира. И приближается к своему завершению 16-й тур. Совсем скоро мы уже будем отправляться на паузу. Главная интрига – судьба баги в Нижнекамске. Если бы мы с вами придумывали бы заголовок, стартовый свисток. Услышали мы с вами. Богдан Головко дал старт этой встречи. И начинаем традиционно с гостей. Во втором месяце осени это не тот результат. Нефтехимик хочет забить, но грамотно действуют защитники саратовской команды. Стоит обратить внимание на Султана Джамилова. Знает, как реагировать на отскоки. Как эти спорные мячи завоевывать. Удар и мяч в воротах не окажется. А были ли там руки? Все поднимают руки. Футболисты нефтехимика не согласны. Особенно не согласен Сагуткин. Также дома проиграли с одинаковым счетом сначала Ротору 0-1. А потом уже и Алани. Но Айянович, в отличие от Косаревского, уже неоднократно вынужден вступать в игру. В целом, как и планировалось, вот эта пара центральных защитников, она и осталась. Опасно и выручает свою команду Косаревский. Вот теперь дошли до Петра, но Петр сдюжил. Здорово. Далее смотрим. Один в один попытка обыграть. Опасно удар. И нет. Это Султан Джамилов хватается за голову, но болельщики нефтехимика очень полюбили Султана. Какая травма, что произошло конкретно с ним. А здесь Сокол может забивать ворота. Уже не защищены саратовцы. Неважно, кто против него. Смотрим Петров. Короткий разбег. Подача. Удар неточный. Но удар-то позволили нанести защитники Сокола. Но чуть позже об этом. Пауза великолепная. Удар с отскоком от газона. И попутно еще и ковырок выполнил Артем Максименко. Не мог рассчитываться. Спартак губнет. Да, передача. Хороший удар. И тут, знаете, уже вдохновились защитники нефтехимика подвигами саратовцев. Джамилов набирает обороты. Джамилов. Султан. Султан прострелил. Хороший прорыв сейчас в исполнении семерки нефтехимика. Может быть, как раз таких действий и не хватало. Это уже спортивная злость. В первую очередь на самих себя смотрим. Здесь что придумает Джамилов. Джамилов. Обратный пас. Еще попытка. Удар и штанга. Каркас играет за Косаревского. Вот теперь Петр явно обязан этой подруге. Лучшей подруге вратаря. Три минуты компенсированные позади. И звучит финальный свисток. Со счетом 0-0 заканчивается матч на стадионе нефтехимик. Хозяева не смогли переиграть Сокол. Либо Сокол не смог переиграть нефтехимик. От перестановки слагаемых 0-0 наши с вами не меняются. Продолжение следует.